В народе говорят, что российский автомобиль не роскошь и не средство передвижения. Это потенциальная недвижимость. И на нее с 1 сентября снова выросли цены. На 3% увеличиваются цены на все версии и модификации Lada Granta, Lada Kalina, Lada Largus и Lada 4x4. Обновленные цены будут доступны на официальном сайте Lada и у дилеров марки. Единственная модель, которую повышение не коснулось, это Lada Priora. Она остается на прежнем уровне 435 тысяч рублей. Изменения ценовой политики в компании связывают с макроэкономическими факторами, а также конкурентной средой на рынке. Короче, автовазу все мало. Украинская компания Антонов требует от Самарского авиакора почти 5,5 миллионов долларов. Заявление уже поступило в суд и будет рассматриваться в арбитражном суде Самарской области. Первое заседание по делу назначено на 28 октября. Причина иска не уточняется. В материалах дела лишь сообщается, что речь идет о реализации товара, указанного в договоре, в том числе самолетов типовой конструкции Ан-140, Ан-140-100 и их модификации. В марте 2013 года Антонов уже подавал аналогичный иск к авиакору о взыскании 2,2 миллионов долларов. В итоге дело было прекращено, так как Самарский завод добровольно погасил задолженность перед украинским предприятием. Интересно, насколько велика политическая составляющая в этом деле. Визовые центры в России приостанавливают свою работу. Все потому, что с 14 сентября для туристов вступают в силу новые правила оформления документов для получения шенгенской визы. С этого момента необходимо будет лично посетить визовый центр, чтобы сдать отпечатки всех 10 пальцев, а также сделать цифровую фотографию. В дальнейшем, в течение пяти лет, при новом запросе на визу эти данные могут быть использованы снова, без повторного прохождения процедуры дактилоскопии. Так что закрытие визовых центров связано с запуском новых процессов и не более того. Распространяемая в интернете информация о том, что россиян якобы не пустят в Евросоюз, откровенная ложь. Российский фондовый рынок открылся в минусе. Индекс ММВБ снизился до отметки 1720 пунктов. В аутсайдерах – бумаги и ФК «Открытие», полюс «Золото», группы «Пик», «М-Видео», «Полиметалл» и «Префы Транснефти». Среди лидеров роста – Мечел, Алроса, Дикси, группа ЛСР и Интеррау. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские и европейские площадки в понедельник закрылись снижением ведущих индексов. На бирже Старого и Нового Света оказывали давление китайский фактор и возможное изменение ставки ФРС США в сентябре. На азиатских площадках сегодня преобладают продажи. Нефтяные котировки в моменте технически корректируются вниз после бурного роста. А теперь время спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину.